Четвертая тема. Государственность восточных славян. Княжество на территории Беларуси. Первым государственным образованием на белорусской земле было Полоцкое княжество. Город Полоцк располагался на западной двине прямо на пути из-за вгоря к вриеке, что позволило жителям города активно торговать и заниматься ремеслом. Первым исторически известным полоцким князем в 960-е годы был Рогволот, который перешел из-за моря. Важную роль в истории полоцкого княжства сыграли его взаимоотношения с Новгородом и Киевом. В 60-х-70-х годах X века Полоцку как возможному союзнику придавалось важнейшее значение в соперничестве между Киевом и Новгородом, которые также находились на пути из вряг в греки. Рогволот дал согласие на брак своей дочери Рогнеды с более сильным киевским князем Ярополком. Новгородскому же князю Владимиру Святославовичу, который также просил руки дочери полоцкого князя, было отказано. Рогнеда ответил на его предложение следующее «Не хочу разуть и рабынича», что означало «отказ». Ответ Рогнеды оскорбил Владимира, который по своему происхождению наполовину был рабыничем, так как родился от внебрачной связи своего отца и девушки-служанки. Владимир отомстил полоцкой княжской семье. Полоцк был взят и сожжен его войском. Рогволот вместе с двумя сыновьями убиты. Рогнеда насильно взята замуж за Владимира. Это событие произошло около 980 года. В дальнейшем Владимир обманом убил брата Ярополка и стал великим князем. В русских былинах он известен как Владимир Красное Солнышко, а в русской истории как Владимир Креститель. С его именем связано принятие и распространение на землях восточных славян новой религии – христианства. При Владимире достигла своего нынешнего на расцвета Киевская Русь. Было почти завершено объединение восточнославянских земель. Владимир дал кленной полоцке княжне новое имя – Горислава. Оно, вероятно, обозначало «сияет, горит славой» или наоборот – «известное горем». Существует версия, согласно которой Рогнеда, прожив с Владимиром несколько лет и имея от него детей, так и не простила ему смерти отца и совершила покушение на его жизнь. На вопрос Владимира за что, Рогнеда ответила – «потому что отца моего убил, и землю его в плен взял из-за меня, а теперь не любишь меня и ребенка моего». Возможное решение Рогнеды пойти на покушение повлияло то, что Владимир, приняв христианство, которое запрещало многоженство, предложил ей стать женой какого-нибудь знатного человека. Однако покушение не удалось, и Рогнеду по законам того времени должны были убить. Мать защитил с деревянным игрушечным мечом в руках малолетний сын Изяслав, который сказал Владимиру – «Отец, ты здесь не один». Обескураженный поведением сына, Владимир по совету Бояр приказал выслать Рогнеду сыном на ее родину, в Полоцкую землю. Здесь для нее был построен город Изяславль, названный так в честь сына. Предположительно, Рогнеда была пострижена монахиня под именем Анастасия. Она осталась известной в истории как княжна с тремя именами и одна из первых монахинь среди восточных славян. Рогнеда дала продолжение роду великих киевских князей династии Рюриковичей. Ее второй после Изяслава сын – великий киевский князь Ярослав Мудрый, политик европейского уровня, строитель Софийского собора в Киеве, книжник, вероятный создатель первого сборника законов «Русская правда». Согласно летописи, больной с рождения Ярослав, он вообще не ходил. Услышав отрицательный ответ матери на предложение Владимира выбрать ей самой мужа среди знатных людей, неожиданно поднялся с колен матери и с того времени начал ходить. Вероятно, это предание является выдумкой. Однако научное исследование останков Ярослава Мудрого, которое хранится в Киевском Софийском соборе, показало, что Ярослав и вправду был хромым. Полоцкая княжеская династия была продолжена в 988 году сыном Рогнеда Изяславом, которому его отец, великий киевский князь Владимир, отдал княжение в Полоцке. Он известен в истории как князь-книжник, который знал и распространял письменность в Полоцке вместе с христианством. Его печать с надписью является одним из наиболее древних памятников письменности на белорусских землях. Князь Изяслав умер в молодом возрасте в 1001 году, на год пережив свою мать. Вселение полоцкого княжства произошло в 11 веке при сыне Изяслава, полоцком князе Бречеславе. Он вместе с войском захватил волоки, которые соединяли реки Западную Двину и Днепр по пути из вряг в Греки и принадлежали Новгороду. Они позволяли с помощью бревен проволочь сюда и таким образом пройти от Балтийского до Черного моря. Однако войско Бречеслава было разбито его дядей, киевским князем Ярославом Мудрым. Он желал сам контролировать путь из вряг в Греки и собирать дань с купцов. Борьба между дядей и племянником окончилась заключением мира. Полоцк получил города Витебские у святы, где проходили волоки. О княжении Бречеслава напоминает название современного города Браслов, возведенного по его приказу. Легендами обвеяно проявление сына Бречеслава, полоцкого князя Всеслава Бречеславича, которого прозвали чародеем. Он родился будто бы от колдовства. Об этом свидетельствовали знак «пятно» на его голове, которое образовалось, как считают исследователи, прережь сечения при его рождении плодного пузыря. Неизвестный автор слова о полку Игореве сравнивает князя Всеслава с волколаком, или оборотнем. Более 50 лет, с 1044 по 1101 год, князь властвовал в Полоцкой земле. Всеслав Бречеславич, распространяя свою власть, старался захватить земли и города за пределами Полоцкого княжества. Не сумев взять пусков, он захватил и ограбил Новгород. В ответ на действия Всеслава трое сыновей киевского князя Ярослава Мудрого напали на пограничный город Полоцкой земли – Минск. Город был сожжен, а его жители, меняни, взяты на щит, это значит в плен. Всеслав с войском не успел перейти на помощь. Битва произошла на реке Немиги 3 марта 1067 года. Теперь одноименная улица в Минске, а сама река заключена в подземный коллектор. Князь Всеслав Бречеславич не был побежден окончательно. Киевские князья, поцеловав крест в знак твердости свое слово, пригласили его на переговоры. Однако, когда Всеслав вместе с сыновьями переправился через Днепр возле Орши, направляясь на переговоры, киевские князья нарушили свою клятву. Они захватили Всеслава в плен и бросили в срубленный из бревен поруб, деревянную темницу в Киеве. Полоцкий князь был освобожден восставшими жителями Киева и провозглашен великим князем киевским. Через семь месяцев Всеслав Чародей вернулся в родной город. При днем Полоцкое княжество достигло наивысшего подъема. После смерти Всеслава Варечеславича наступает период раздробленности Полоцкой земли. Она распалась на ряд отдельных удельных княжеств, которые в летописях называют волостями. Бояре, получив за свою службу от князя землю в собственность, становились независимы от него. Как крупные землевладельцы, бояре были заинтересованы передать землю по наследству своим сыновьям. В результате отдельные волости княжества начали обособляться. Феодальные раздробленности, которая содействовала росту междоусобиц и военных столкновений между князьями, способствовали также натуральный характер хозяйства и слабые экономические связи между регионами. Первым из состава Полоцкой земли выделилось Менское или Минское княжество, во главе которого в 1101-119 годах был князь Глеб, сын Всеслава Варечеславича. В междоусобной борьбе с более могущественным великим киевским князем Владимиром Мономахом Менский князь потерпел поражение. В 1127 году великий киевский князь Мстислав организовал поход на Полоцкую землю. В результате на княжение в Полоцке был посажен один из сыновей Всеслава Варечеславича, князь Борис. На основе племенного союза Дреговичей сложилось Туровское княжество. Крупным городом в княжестве был Пинск, поэтому многие историки называют княжество Турово-Пинским. Первые упоминания о нем в летописях относятся к 980 году в связи с упоминанием князя Тура. В конце 10 века великий киевский князь Владимир Святославич передал Туров своему приемному сыну Святополку. Туров попал в зависимость от Киева. Затем Ярослав Мудрый отдал Туровское княжество своему сыну Изиславу. В 1157 году князь Юрий Ярославич возобновил на Туровском престоле местную княжескую династию. В этом же году он организовал успешную оборону Турова от войск великого киевского князя, которая длилась 10 недель. Юрий Ярославич княжил в Турове до 1162 года. Берестейская земля с 10 века находилась в составе Киевской Руси, а с конца 11 до середины 12 во власти Туровских, а потом Волынских князей. Земли белорусского посожия в 12-13 веках входили в состав Смоленского и Черниговского княжеств. Система государственного управления в Полоцкой земле характеризуется как княжеская вещевой строй. Здесь система княжения существовала с ВИЧи, собранием свободных взрослых мужчин, которые могли снимать и назначать князя. Название ВИЧи вероязательно происходит от того, что на собрании вели речь, вещали о важных общественных делах. На собрание горожан созывал звон колокола, решение принималось по силе крика тех, кто его поддерживал. В обязанности князя входили организации командования войском, сбор даний с населения. Войско в Полоцке состояло из дружины, специально обученного военному делу вооруженного отряда людей и народного ополчения во главе с Тысицким, которое состояло из горожан и называлось полком. На восточнославянских землях действовали законы, которые назывались правдами. Наиболее известный среди них сборник «Русская правда», разработанный при великом киевском князе Ярославом Мудром. Суд осуществлял князь или его представители. Невиновность или виновность обвиняемого определялись обычно в пользу князя через денежные штрафы или физические наказания. Считалось, что доказательство вины зависит от суда Божьего. Например, если у обвиняемого оставались ожоги после держания руки над огнем, то это свидетельствовало о том, что он и вправду виновен. Таким образом, на белорусских землях первыми государственными образованиями были Полоцкое и Туровское княжества. Земли, которые принадлежали ранее Радимичам, были разделены между Смоленским и Чельниговским княжествами. Полоцкое княжество достигло своего расцвета в годы правления Всеслава Бречеславича или Чародея. В 1101 году после его смерти Полоцкое княжество вступило в полосу феодальной раздробленности.